Привет, ты попал на это видео, потому что поймал майнер. Начнем с того, как диагностируешь, что ты поймал майнер. Первое, твой компьютер начинает медленнее работать. Второе, не открываются некоторые сайты, перечень которых дан в описании, можешь проверить. Третье, твой компьютер жужжит просто-напросто, это бесит, раздражает. Он так раньше не делал, а сейчас начал, после скачивания того самого файла в интернете. Хм, пираты. По сути, это три самых частых симптома, наблюдаемые вместе с майнером. Подразумевается, что ты уже что-то попробовал сделать с этим майнером, найти его, удалить, проверить антивирусом, проверить антивирусом при включении, но все это не дало никаких результатов. Приступим. Вот наш сегодняшний подопечный, это Windows 10, полностью чистая, только что установленная на виртуальную машину, само собой. Смотрим, есть файл хост, открываем его, полностью чистый, да? Все как должно быть. Туда обычно майнер прописывается, чтобы заблокировать вам доступ к определенным сайтам. Это я вам сейчас покажу. Запускаем сам файл, который заражен заранее, я это знаю, майнером. Антивирус стандартный, Microsoft Defender включен. Он никак не реагирует на это все. Файл должен был открыться. Оп, открылся все-таки. Появился у него какой-то скрытый установщик, хост, только что был изменен. То есть установка самой игры, в кавычках, еще не началась. Но при этом, ну вот, собственно, и то, что требовалось доказать. Вирус уже включился. Данный майнер грузит процессор. В данном случае это виртуалка. Он не сможет загрузить все 16 потоков, 8 ядер. Мы открываем диспетчер задач, и все как бы нормально, да? То есть процессор не грузится. При этом, когда я закрываю его, я начинаю слышать, как вентиляторы моего компьютера, он начинает быстрее вращаться. То есть он начинает греться. Давайте нажмем Windows G. Он мне не дает это сделать, к сожалению. Да, он не хочет мне дать это сделать, но и хер с ним. Мы можем открыть диспетчер задачи тут. Посмотреть. На 50% выгрузится. Суть в том, что когда загрузка центрального процессора переваливает на виртуалке за определенный порог, оно пытается грохнуть. Поэтому вот так он будет скакать. Хотя сейчас комп, по сути, ничем не загружен. Для него запись видео это как расплюнуть. Мы видим то, что файл хост скрылся. Чтобы его увидеть, мы должны зайти в View. Если не видно, жмем Alt-V. Option настройки. Параметры просмотра. И поставить вот эти галочки. Введить скрытые файлы. И вот эти галочки вот так будут стоять. Их надо убрать. Со всеми Yes, так сказать. Если русская вина, то вид, параметры, вид. В самый низ. Показать скрытые файлы. И убрать вот эти галочки. Все довольно-таки просто применить. И все, мы видим файлы. Идем в этот файлик. Смотрим еще внутри, еще разок. С помощью Notepad. Либо текстовый документ, если у вас есть. Видим, вот он заблокировал сайт. Давайте проверим, как это работает. Мы просто берем первый попавшийся сайт. Каспирский тот же самый. Оп. Говорит, что такой страницы нет. Что с этим делать? Ну давайте для начала я скопирую все эти сайты. Чтобы вы могли сами проверить, если вы попали на этот вирус. Все эти сайты будут под видео в описании. Вы можете зайти на любой из этих сайтов. Проверить. Работают они у вас? Не работают. Мы просто берем и удаляем все это нахер. При перезагрузке компьютера он сам создастся заново. Если вы не продвинутый пользователь ПК и сами туда что-то не добавляли, то этот файл вам и не сдался по сути. Идем проверять. Киберфорум. Заходим. Оп. Удивительным образом он киберфорум заработал. Замечательно. Но тем не менее, майнер все еще работает. Пытается блокировать антивирусы. То есть антивирус до сих пор стоит. Он говорит, что что-то обнаружено. Он увидит, что у него есть майнер. Можно нажать remove. Но по итогу он ничем это не приведет. Так, а как же все это починить? Идем в любой браузер. Пишем в поисковике doctorwebcurrent. Ищем первую же ссылку на doctorweb. Листаем вниз. Видим. Скачать doctorweb. Это не сам антивирус. Это утила для помощи по удалению. То есть, чтобы самому не геморройца руками вы его хер удалите. Пишем, например, Евгения. Свой e-mail. Можно использовать 10 минут в e-mail. Любой. Их вон много разных есть. Берем первый попавшийся. Вставляем его. Соглашаем. Со всеми отправляем. Ссылка на скачивание сейчас придет на эту почту. Итак, пришло сообщение от doctorweb. Заходим в него. Стыкаем ссылку на скачивание. Скачивание уже должно было начаться. У меня оно заблокировалось. Жмем вот сюда. Принять. Перейти по этой ссылке. Все, скачивание пошло. Скачалось. Переносим на рабочий стол. Либо в любое место, где вам удобно. И запускаем его. Соглашаемся с запуском от имени администратора. И вот программа запущена. Соглашаемся со всем, что она просит. И жмем продолжить. И просто жмем большую кнопку посередине. Начать сканирование. И ожидаем. Хочу напомнить, что это полностью чистая винда. На ней ничего не установлено, кроме, получается, торрента и вируса. Сканирование, само собой, займет какое-то время. Поэтому просто ждем. Для вас я ускорю. Ну и вот результат работы программы. Открываем его на весь экран. Смотрим. Ага, вирусы, да? Все, нахер удалить. Нам это все не нужно. Мы жмем нейтрализовать. Ну вот, собственно, и все. Майнер полностью удалился. Больше майнер нас не побеспокоит. Можно спокойно закрывать программу. Она нам больше не понадобится. Надеюсь, вам тоже не понадобится больше. Все, на этом видео подошло к концу. Если оно вам было полезно, можете поставить лайк. Это лучшая похвала для автора. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.